Молитва в начале – обязательное условие Совета Атаманов. Духовные традиции – то, за счет чего всегда держалось казачество. Кубанское войско – это почти 53 тысячи человек. Атаманы, приехавшие сегодня со всего края, решают, каким окажется будущее реестровых казаков. И вместе с традиционными ценностями здесь вполне уживаются современные бизнес-модели. Экономическую самостоятельность казачества при поддержке региональных властей на Кубани пытаются выстроить последние три года. Казачество прошло, этап восстановления, этап становления. А теперь следующий этап – этап развития. Вот сидеть и ждать – неправильный путь, путь, который ни к чему не приведет. Экономика та же казачья – это движение навстречу друг другу. Власти к вам, а вам к власти. Мы с поддержкой, но ваших инициатив, экономических инициатив, предпринимательских инициатив, бизнес-инициатив. И если их не будет, власти просто будет нечего поддерживать. Основой для экономического рывка кубанского казачества постепенно становится земля. Сейчас в руках войска почти 17 тысяч гектаров площадей по всему краю. Выделять участки начали после вмешательства в этот вопрос губернатора региона. Венимин Кондратьев всегда считал – казаки не могут быть обузой. Напротив, должны зарабатывать самостоятельно. Как подтверждение этих слов – результаты уборки зерна на полученных землях. В настоящий момент зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 4550 гектар, что на 700 гектар больше, чем в 2017 году. Валовый сбор зерна по войску составил 22 989 тонн. В прошлом году это составило 20 524 тонны. Не такие уж мы плохие хозяева. На сегодняшний день в Краснодарском крае организовано 25 казачьих кооперативов. Все это работает на финансовую независимость войска, что положительно скажется и на экономию бюджетных денег. В этом тренде держится и предложение Венимина Кондратьева. Он попросил свой аппарат продумать систему налоговых льгот для реестровых казаков, которые одновременно занимаются фермерством или бизнесом. Конечно, с контроля никто не снимает и старые поручения. Например, о назначении атаманов обществ заместителями глав районов. Я до сих пор не могу понять, почему в мостах полностью соответствует требованиям муниципальной службы. Он до сих пор не заместитель главы. Я не понимаю, почему в Услабинске глава крутится и вертится, и до сих пор не выполнит поручения губернатора. Почему? Почему в Новокубанке, почему в Отрадной не выполнит? Есть у нас семь атаманов, которые абсолютно достойны быть заместителями главы муниципальных образований. И лучше, может быть, будут выполнять задачи, которые вы главы будете ставить. Значительно лучше. В 17 муниципалитетах атаманы стали заместителями глав районов. В 17, а у нас их 44 муниципальных образований. Вот по четырем я так понимаю, что какие-то проблемы с главами или с непониманием. Но здесь находятся департаменты. Коллеги, я еще раз подчеркиваю, ситуацию на самотек не надо пускать. Тут надо вникнуть объективно и посмотреть. Так они сами барахтуются. И толку нет. Поэтому неделя сроку по тем ситуациям, о которых Николай Александрович сказал, выйдите в район, встретитесь с одними и другими и доложите мне. Во всех 44 муниципальных образований края я требую, чтобы максимально уже все сроки прошли, в течение трех месяцев атаманы стали замами главы районов. И вы за это персонально отвечаете. Основная задача всех этих предложений – сделать кубанское казачество современным, образованным и максимально встроенным в экономическую и общественную жизнь региона. Но, как говорится, без свежей крови этого не получится. Привлекать молодежь в ряды реестрового войска нужно не из-под палки, а перспективными проектами. А интерес к казачеству действительно есть. В прошлом году на Кубани создали Союз Казачьей Молодежи. И к сегодняшнему дню там насчитывается около 90 тысяч молодых парней и девушек. Современное казачество, основанное на традициях, культуре, вере. Но современное казачество – это прежде всего современные казаки. Современные. Вот там молодежь, о которой я бесконечно говорю, которые должны прийти в казачество и сделать ту самую казачью экономику. И самое главное богатство у казаков – это сами казаки. Их надо растить, мотивировать. И это основная сегодня и стратегическая задача. Это главный потенциал кубанского казачьего войска – казачество на Кубани – молодежь. И если она не будет в казачестве, значит она будет в других непонятных по час общественных организациях. Прошу организовать создание районных штабов казачьей молодежи. Пусть сами определяют свои мероприятия, свои различные идеи реализуют. И это будет правильно. По сути, это аналог районных казачьих обществ только для молодых ребят. Возможность не только самореализоваться, но и узнать об истории и культуре своей малой родины. Своё отношение ко всем новаторским идеям, озвученным сегодня, казаки выразили коротко, но понятно. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.